что друзьям приветствую всех любителей 3 викторию нас с вами снова эфиопия и знаете вот как в прошлый раз я поставил цель себе на серию немножечко сказать либель и бери так подождите я смогу это выговорить либель бахты сделать наше правительство наши законы более либеральными в целом у меня это немножко получилось теперь теперь я бы очень хотел начать проводить успешные войны конкретно с египтом понимаете да это задача не такая уж и простая у них 166 батальонов как бы наш на какие-то мысли это наводит пусть армия у них не самая прогрессивная то есть чуть-чуть они пушек используют стрелкового вооружения вопросов нет зачем-то закупать боеприпасы хотя ими не пользуются и по-моему еще прошлой серии смотрел что у них за армии как она выглядит то есть это линейная пехота но без пушек но видимо где-то они пушки используют раз они их производят или закупать даже не знаю друзья вы их вы производите или или куда я смотрел а на рынок или закупаете закупают закупают вы представляете а вот казармы в алеппо так посмотрим на казармы в алеппо и туда тут пушки используется мобильная артиллерия ни много ни мало так вот надо нам модернизировать армию до конца объявить интерес где-нибудь в европе чтобы у нас появились покровители и уже спокойненько разобраться с египтом это понятно прямо сейчас я буду скоро строить правительственные ведомства чтобы у нас не было дефицита по бюрократии и буду прокачивать колониальное управление чтобы успешно колонизировать южную америку дам ресурсы там крайне полезные воткнул сюда заранее порт без него никуда и пока у меня все это происходит можно заняться вполне себе экономикой то что я делаю постоянно конкретно производство одежды тут потихонечку меняет идет дам нужно побольше еды тяжелой промышленности все вроде более-менее нужно больше строительных сооружений себе воткнуть это тоже очень полезная вещь немножко сельское хозяйство можно качнуть мы продаем продаем от относительно массу но продаем какой-то чайны в британию вот это еще нужно производить в общем куда расти нам есть и мы можем производить фарфор фарфор является дорогой вещью то есть в теории мы можем отказаться от импорта роскошной одежды из франции каким образом это все будет происходить у нас в гандере стеклозаводы вот я еще один тут строю а получается у нас будет их три к сожалению не задалось у меня со свинцом но возможно мы его сможем закупать не задалось со свинцом но ведь чтобы производить керамику то есть фарфор нужны красители а уж с красителями у меня проблем нету минус 40 стекла это сильно это сильно то есть за уровень минус 20 а мы за уровень сколько всего всего 30 производим но как-то по стеклу у нас будет очень скромно ну зато с фарфором все будет замечательно вот перейду на метод производства керамики и посмотрим как у нас по закупке свинца сможем не сможем я по-моему смотрел ближайший свинец у нас очень далеко чтобы самому производить в принципе у египта можно будет отобрать сеной вполне себе можно на так тут марокко тут учили с чили повоевать вполне себе знакомые нам острова канак по прошлому прохождению канак может ты может и кстати а тут никакого ограничения не у нас нету никель новой калейдоне свинцовые рудники плюс 10 нам надо нам это надо сколько здесь максимум может быть рудников 8 немного немало давай а нужно будет про интерес объявлять здесь новый с интересами у нас тут не очень ладно этом из просто запомним до законы интервенционизма тоже очень-очень как-то не хочет нас в стране появляться но блин не это не конкуренция нас не идет придется наградности сидеть какое-то время то как бы ну знаете печально можно было бы включить полицию страну например профессионально потому что например местная она дает палец силу землевладельцам землевладельцев мы не уважаем запомните вот в принципе радикалов у нас не так много их число падает но на будущее на будущее это полезнейшая вещь давай попробуем ну как попробую она примется 50 процентов и знаете волевым решением я все-таки хочу как можно скорее вкачать хинин чтобы колонизировать не только там где-то где у нас получится а и родную африку тоже для этого нам нужно всего ничего фармацевтику фармацевтику одну и после этого хини нас как бы заждался есть есть профессиональная полиция супер доходе ки у нас очень приятные несмотря на то что у нас минус по бюрократии и не до собранной налоги ну не только из-за бюрократии но неважно доходу вас прям очень хорошие потратиться на армию то что нужно например например до конца ее перевооружить до конца ее перевооружить это каждого товара по 39 плюс будет дефицит будет дефицит а давайте заранее где у меня производится оружие здесь в столице давайте заранее пару там же по 2 нужно 2 это по 15 ну да два пару заводов у так вот воткну я вот поставлю повыше и все у нас будет полностью современная армия классно классно вот а пока я могу наверное даже даже сразу давай воткну вот так вот посмотрим как это у нас на экономике отразиться но не то чтобы очень сильно то и отразилось смотрите супер вы что вы понимали я строительный сектората строю строю относительно активно но видать надо больше смотрите только на дефицит железа как бы это будет моим доказательством и того кстати мы занимаем 13 место чисто из-за перевооружения армии она не жалко что мы не признанная страна это как бы все понятно но мы переможем проявить новый интерес а куда мы направим наш интерес все-таки на поиск поиск союзников либо на экономику давай наверное хотя вот это быстро заколонится этот регион заколонится очень быстро поэтому давай на него на него мы получим проект в провинции всего и так понимаю по моему две две отдельные маленькие колонии там что-то 100 дней нас на это требуется как бы ничего считать вот на две маленькие колонии у нас получается будет целый регион здесь и интересно здесь останется навсегда и так уже какие-то гавайи с нами хотят сотрудничать что в принципе неплохо по сути вокруг только есть британии и колонии дамы а так как мы не цивилизованы мы только данником сможем сделать если что и проблема может быть в таможенный союз вас пригласить теории можно конечно а что мы можем продавать такого ну чай чай у них и свой есть одежду и стулья но у них очень-очень маленький рынок не то чтобы это будет выгодно ну давай попробуем давай посмотрим что из этого может получиться ну знаете не только мы не только мы колонизируем южную америку аргентина этим тоже занимается и вот племена восстали против них мы в свою очередь можем направить свои войска для войны с аргентины как считаете нормальная тема просто поддержав в апуче по моему по моему сильно по моему сильно вроде как вроде как мы не сможем да никакие цели войны добавить к сожалению не на то что племя мапуча завоюет боя на сайрес это си это не ваша столица аргентина случайно да не завоюет их столицу сильно вот это реле сильно через 40 дней он прибудет на фронт наш наш между прочим император и посмотрим кто кого немножко не успел конечно к началу но надеюсь вы продержитесь необходимое время да они даже побеждают и фу сильно-сильно ну пожалуйста мапуча идет в атаку посмотрите у не но то он наступает но с помощью наших да с помощью наших частей регулярных до боевое крещение извините меня угони мало о новые партии наконец у нас будет самая настоящая демократия так колониальное управление это нам надо новые партии новые партии либеральная партия интеллигенты неужели вы сможете однажды победить на выборах кстати лидер консервативной партии это наш ги генерал по факту генерал но наш император обычно так это не бывает по моему у нас еще повесили 10000 правительственных расходов на пять лет знаете почему это под огонь а да потому из-за того что здесь может быть голод здесь сколько населения 2000 человек живет им действительно нужно 10000 ну все хорошего им значит и да да мапуча завоевала мендозы боянос-айрос соболезную аргетине где ваша новая столица в кордове не много не мало давно был бы очень здорово если бы мы смогли это у мапуча очень быстро как-то колонизировать но нет это не быстро а и к сожалению снова победят консерваторы судя по всему но либералы что-то там в какие-то проценты да да это скорее даже селяне победят чем либералы насчет войны кстати армия очень хорошо себя показала принципе я бы наверное даже не боялся один на один выйти с египтом вот египет правда поддерживает австрия испания великобрита ой сколько страны поддерживает этот египет а меня а меня а меня а меня а меня внимание никто никто даже британия чисто с радушием к нам относится не защита там не про просто радушие хороший парни вы эфиопы говорит нам британцам да они кстати с францией что-то воюет судя по всему да да воюет с францией может быть австрия воюет скинет просто deep игры причем просто склоняется не какие-то там подавляет восстания так что австрия против нас 285 батальонов топ-2 уже еда консерваторы снова победили как бы нам либералов правительство запихнуть я даже не знаю тут конечно такая легитимность можно кстати еще раз попробовать поиграться с экономической системой правда это вряд ли к чему-то приведет но давай я хотел конкуренцию в основном развивать давай давай конкуренцию попробуем да и в честь этого селяне решили поднять революцию не надо не надо кстати по поводу канака вот в основной остров наш небольшая колонизация здесь это все это фулл наши понимаете как хорошо население туда с нашей основной территории прибудет ой британия вы теперь здесь да ай мы все пропустил получается европейца к себе пустил пригрел змею получается знаете кто бы мог подумать что в аргентине будут жить в основном сомалийцы причем интеллигенты вот вот где все интеллигенты они просто не успевают доехать до метрополии проголосовать за своих а вот они все где на свободную конкуренцию нам не видать к сожалению но колониальное управление уже но 22 замечательно 150 дней а до этого у нас было не погоду ли не на получается погоду мы так долго колонизируем какой кошмар хинина я уже не знаю нужно ли ты нам но вложение в институт колониальное управление это добренько конечно но только колонизирует европейцы рядом с нами меня это тревожит и на что нам остается в другом в любом случае и так сейчас на наш рынок хлынет свинец а для того чтобы он к нам хлынул нам нужно производить керамику и того нам нужно будет еще чего я смотрю не то не то 30 свинца 30 свинца это сколько рудников а мы так и не сможем прямо посмотреть но один парочку сразу воткнем сюда парочку и посмотрим к чему это приведет вот канак полностью колонизация завершена о чем я говорил буквально три провинции и пожалуйста и мы можем проявлять новый интерес куда угодно куда угодно а давай на старые добрые балканы европейцы любите нас и жалуйте и так товарищи европейцы может быть кто-то но радушие от россии ты не то что мне хватит но смотрите куча куча стран начало с нами улучшать отношения черногории всякие ионические острова греция но этого так мало а кстати меня на египет и напасть тогда в таком случае не получится по так почему а потому что у нас нет интереса египте а я и ладно ладно балканы в другой раз давай интересный египет всяко тут несколько европейских стран имеет свой интерес и посмотрим к чему это может привести может мы у кого-то сможем закупать тогда уж уголь пуша с углем у нас полный ахтунг импорт понимаете не у кого просто не у кого наверное потому что у нас не так много конвой маленьком объеме нам это продает мне это не нравится а железо ну чуть побольше объем но все еще что-то смотря наши доходы я думаю все-таки переборщил со строительными все время называть забывая как они называются секторами да это понимаете это на максимальных налогах это максимальные налоги возможно стоит понизить зарплату кому-нибудь по типу вот вам девять тысяч минус вам минус обучение демонстрация силы и престиж минус но не то чтобы нас это тревожит давай отстроим экономику снова снова я ее угробил я ее отстрою а дополнительные расходы когда вы прекратитесь спустя пять лет должно быть судя по всему 63 год раз со статистикой я могу заказать идите к идет 63 года видимо нам еще четыре года чилить отдыхать минус 10 тысяч получать давай вот так вот скромно все еще минус 3000 вы понимаете да и так свинец не то чтобы ну да новый метод производства больше свинца прожмем это прожмем керамику экономика что скажешь отличная была идея или так себе нам бы еще налог на фарфур до суда дефицит угля какой ужас какой ужас нет ну пожалуйста продайте мне угля никто не хочет продавать понимаете вот допустим из австрии самое выгодное покупать из австрии австрии чё вам не хватает давай я понижу пошлины понизил и до 3 уровня к 100 как будто бы уже неплохо до 4 ну прошу прошу нет она до 2 до 1 уровня прыгает ой как мне это не нравится до свинца все-таки не хватает и так понимаю ну в канаке будет масса работы выходит а еще могу вот это про минус уголь знаменитый уголь который мы потеряем ну давай раз уж мы такие прогрессивные классные вот уже его нехватка ну австрии ну давай нормально нормальный импорт как положено нет он до 1 уровня подскатилась вот австрии четвертый уровень но почему нет торговое соглашение от британии супер я согласен небольшая экономия бюрократии британия а вот это не считается как наша граница не наверно потому что это не включенная область она не считается как наша граница это просто их колония австрии все никак не может наладить мне экспортного алина смотрите второй уровень и первый уровень ну издевательства вы хотя бы у британии попробуем купить ладно хотя бы ты британия наш старый добрый друг мне тоже 1 2 уровень чем это связано я реально не понимаю конвои есть все всего хватает знаете мой план как будто бы не сбудется это мне сдается потому что нас никто не поддержит войне если что а египет пожалуйста не но мы можем попробовать засейвить цепо его а кстати у нас поменялся правитель неужели да посмотрите на него мастер дипломатии политик но не солдат конечно не солдат к сожалению генерал что ты чем можешь похвастаться ну к защите плюс но не к таки же правильно тип местности ровный знание гор сдержанность если попробую нанять генерала к чему это приведет еще один стратег от обороны и пристрастие к опиуму дам да не очень здорово хотя вот у него дотошность ладно давай попробуем хотят здесь королевство мирина королевство мирина покровительство только от австрии она португальта что ж такое все мне палки в колеса вставляют просто у мирина я точно помню есть уголь вот 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 они угольные шахты хорошее население и вот либо завоевать либо маринетку давай наверное завоем потому что у нас к этому времени уже все прекрасно с репутацией да правда вот высадится вот это будет проблема для нас потому что у нас всего пять флотилий на такую мега армию как вы понимаете дебаф от этого будет страшнейший плюс защитники их я вижу у зулу еще есть какой-то уголь зулу напасть на тебя это будет проблемой кста как будто бы нет вы посмотрите их просто любят все просто все вокруг любят но никто не покровительствует зулу 12 батальонов давай знаете как разделим армии как я это всегда до этого делал и на флот конечно нужно больше делать без вопросов придется мне еще один интерес проявить ну как еще один вместо египетского плюс хинин о полезнейшая вещь как хорошо а взрывчатка а плюс уголь плюс все то что нужно вот этот нитроглицерин сейчас пойдем на изучение но пока зулу пока зулу они значит хотят с нами сотрудничать все дела нас это не сильно волнует поэтому завоевание области у нас есть хиджаз в качестве союзника очень приятно завоевание области у них страх кстати а может вы сдадитесь это было бы очень хорошо ну хиджаз бросает эфиопию я в принципе так и думал и страх сменился на опасения ай-яй-яй неприятность нам может помочь великобритания кста великобритания с территории капской колонии а у нас был бы фронт и нам не нужно было бы высаживаться и что-то думать так это хорошая новость это нам надо давай за обязательства согласимся кстати у нас обязательства перед францией было она пропала она пропала да так они соглашаются может быть все может вы испугаетесь но к сожалению до фронта нас не появился это же отдельный доминион уже не вступается в войны не ну ты испугаешься ты испугаешься наверняка да великобритания в самом деле и да судя по всему они не желают сдаваться блин я почему-то подумал что мы реально сможем на них напасть через вот эту территорию как это может быть союзы вы не хотите не наверное уже поздно она наверное даже невозможен союз потому что марионетка это даже хотя марионетка на же все всегда вступается в войны как как это понимать сейчас посмотрим как это будет выглядеть вот пожалуйста к оружию и мы фронт здесь не имеем ну давай делить теперь новых генералов нанимать как это делал вот эти 16 скромных парнишек сейчас поплавут вторгаться в зулулэнд да зря давал обязательства британии получается и высадка скажите мне что меня получается ай ну да как же а как же вы посмотрите ну да 16 батальонов на 5 кораблей что я рассчитывал на еще одного генерала наймем ничего страшного нас будет 13 еще одного 11 мы можем бесконечно этим заниматься но уж 11 батальонами у меня получится скажите мне какой-то там даже на атаку вот эти двое на атаку да и так что вы думаете 4 на 8 уже вижу что это ни к чему не приведет так ну блин ну как как это понимать португалия покровительство внезапно португалию выбрал покровительство может быть но у них граница есть может быть нам все-таки загрузиться и я уже целый год успел отыграть и немножко с другой стороны подойти к этому а я у меня сейф уже когда я ввел deep игру ну хотя бы хотя бы я не буду призывать лишний раз британию несмотря на покровительство они не согласны нам помогать ай-яй-яй это вы понимаете не всего 12 батальонов а я хотел еще на мадагаскар вторгаться у блин какие у нас есть выходы из этой ситуации мы не можем быстро построить много флота мы не можем адекватно разделить армию отступить мы тоже не можем пустая мы будем про перечислять 10 процентов своего дохода из казны в течение пяти лет бесконечная война это то что он ждет действительно по сути счет идет не в нашу сторону абсолютно не в нашу сторону а потому что мы не контролируем до центр за которым мы воюем может быть мы на белый мир конечно выйдем теперь мы должны выходить на белый мир зулу новых супер придумано конечно здорово есть такая вещь как на верши нарушение суверенитета то есть мы по сути будем получим возможность проходить по их территории возможно это позволит открыть нам лишний фронт вообще лишь нифига себе это очень важный фронт но как будто бы мы не можем это делать дурная слава увеличится все дела они не примут нейтральные отношения может быть как-то финансировать их начать вы по-бустому улучшить отношения а как вы думаете по моему что-то в этом есть согласны пожалуйста можно обязательства простить плюс 30 отношений так и минус 3 так 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 возможно белый мир нам не грозит вообще интересно как британия относится к тому что мы нарушим суверенитет их парионетки тоже хороший вопрос мы даже долг можем выкупить ну но неужели вы после этого не согласитесь а согласны и необходим наземный театр военных действий граничащий с лидерами обеющих в обеих воюющих сторон и отношения ниже 50 ниже наоборот это дипломатия 3 виктории поди разберись в ней ладно лада я должен был это заранее посмотреть потратил немного денег ну и ладно ну и ладно жду ты сдаваться не думаешь конечно не думаешь у них такие приколы не все прекрасно интересно нашим налетом на конвои и мы что-то сможем сделать как-то понизить их воинственность может быть я конечно очень сомневаюсь но знаете в момента когда нам больше нечего делать как бы это имеет смысл как будто бы кстати армии у них еще дай боже линейная пехота и мобильная артиллерия прям как у нас я хотел высаживаться еще к ним дам не на них дефицит этого всего потому что топлю торговые корабли это здорово но это все еще недостаточно и так по итогам выборов у нас между прочим мирная жизнь тут идет на фоне столетней войны нашей скромной победили победили селяне аграрная партия ебэ у нас такая низкая легитимность маму о правительстве либералы суда это нам надо это нам надо для чего либерализации гражданских законов то что нужно нам миграция нужна нам миграция важна например в сомали лэнди нет крестьян в эритреи нет крестьян в наших остальных регионах туристян меньше потому что я очень сильно их застраиваю эти регионы посмотрите она ввп например вот национальный ввп ароми семь с половиной миллионов гандер семь и два амхера восемь с половиной причем в основном за счет зерна эту зерна произвожу мама родная смотрите 28 полей 1400 зерна между прочим между прочим это все на свой рынок я продаю только чай что тут сахар дерево египет сам закупает прикиньте наш прямой противник да да уголь но это просто смех нам просто смех он все еще нас дорогой как бы тут вопросов нет вот вот у нас будет 10 флотилий 10 вот причем а я 15 баз даже поставил 15 10 флотилий когда я нанял 4 генерала там было у нас 11 то есть 11 на 10 уже не такое уж и страшное соотношение можно будет попробовать через это воевать кста а я же изучил хинен да и нин я изучил а почему я все еще колонизирую тогда южную америку когда я могу колонизировать родную африку хороший вопрос патагония спасибо вам за службу хотя почему спасибо за службу а мы одновременно и там и тут интересно если отменю здесь интерес война не закончится это было бы просто филигранное решение нашей проблемы но главное чтобы она не закончилась нашим проигрышем посмотрите что происходит мы побеждаем их тихо тихо плюс тихо это невероятно хорошая новость мы же побеждаем мы не можем сейчас проиграть мы не можем просто поиграть тихо тихо мы просто не можем всего сюда так так нам нужна одна победа у них там призывники все дела давай если что основную армию может задефаться встать на деф на всякий случай или не давай встанем на деф на все но они не со нет они атакуют тихо 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 43 дня так не но мы хорошо давимся все все вопросов нет базара zero победка за нами в уголь вообще проблему с углем нет она у нас есть это думаешь я как-то ее решила и сам не заметил но нет у нас есть проблема с углем и да они согласны нам отдать свою страну супер посмотрите победа это победа наконец-то я не надеялся что я выиграю так давай парочку генералов уволим найти вот этого удачного генерала мы оставим а вот этих вот в отставочку вооруженные силы и селяне ми по минус 2 до можем себе позволить и до можем себе позволить это по поводу того что лояльность у них на 2 упадет насколько а тут минус 1 даже на 5 лет ну вот пожалуйста супер не но это вселила в меня уверенность на по поводу войны с египтом прям вселила обалдеть так зулу значит land казармы здесь какие-то есть они нам не нужны сильно да по сути ну да ну да казармы мы отменим отменили казармы угольные шахты так 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 они вообще уголь кстати не добывали нисколько 200 угля начнем с малого не всякие рыболовные верфи это я все разломаю разумеется плантации банановые не сильно нам нужные порт здесь в наличии в наличии кстати по сути можем тогда из аранье трансвалем очень просто воевать очень просто что у вас здесь есть угольные шахты неужели у вас тоже уголись есть и железо и золото вот это главнее всего и здесь тоже и золото тоже есть и рудники и прииски ай-яй-яй пожалуйста пусть вас никто не поддерживает очень сильно вас прошу не поддерживают и не поддерживают друзья мы богаты мы вас поздравляем мы нас поздравляем мы богаты вы просто богаты да принципе в будущем эту область можно включить вполне себе здесь какое-то следие ну Африканская, понятно, Зулусы ущемляется в Эфиопии, ущемляется. Ну, у нас расовая сегрегация успех на 50, и, так понимаю, у нас другие наследия будут подвергаться дискриминации. А здесь наследие наверняка африканское. Ну, все, наши братья-африканцы, то, что нам нужно. Давай мы парочку правительственных ведомств поставим, да, чтобы у нас было побольше бюрократии. И все, будем прекрасно себя чувствовать. И давайте прямо сейчас, прямо сейчас начнем включать эту область. Налоги тем временем я снизил до просто высоких, как бы экономика наша немножко возрастает, снова поднимается с коллен. Я так понимаю, такой высокий доход у меня поначалу был из-за того, что пул очень сильно хорошо работал на нас. Я просто не заметил, так как он имеет свойство кончаться, он кончился, и мега-дефицит у нас появился. Вот эти все зарплаты я уже давно-давно вернул, кстати, на свое законное место. А тем временем у нас в ВВП 32 миллиона, стало 11 в мире, то есть совсем чуть-чуть до Османской империи нам не хватает, прикиньте. Серьезные люди, серьезные люди. Египет, тебя все еще, все поддерживают, вообще все подряд. Вообще. А нас только Португалия, судя по всему, да? Даже Португалия, потому что у нас, у них революция произошла, они нас не поддерживают. Да, да. Тяжела и неказиста жизнь эфиопского императора, получается, да. И расовая сегрегация готова. Отлично. Мы стали быстрее включать область? Не стали. Не стали почему-то, да? Хотя Зулусу у нас внезапно стали принятой культурой. Верно? Да, не ущемляется в эфиопе. Ну, как? Ладно, как есть, так есть. Что насчет... А, нельзя, нельзя. Рабство у нас в наличии. Отмена рабства это серьезный... А, мы можем это сделать, землевладельцы вообще не контролируют по сути ничего. Отлично. Великолепно. Отменим рабство. Отмена рабства еще дополнительно ослабит, я так понимаю, их правильно? Да, у них так 50 к полициле, а так будет 0. Отлично. Смотрите, все не так плохо, как казалось мне в самом начале. И я так понимаю, у нас внезапно перестали закупать чай. Британцы, что-то случилось? У нас понизился ВВП на 2 миллиона из-за этого. Британцы, вот это я не поддерживаю британцы. Вряд ли я найду такой же классный рынок, как британский. Так, подожди. Так, ну в принципе, австрийцы его пьют и покупают. Ну давай. Австрийцы, раз уж вы можете, то давайте. Надеюсь, без этих приколов вы реально будете закупать чай, а не играться там первый, второй уровень, хи-хи, ха-ха. Да, походу реально они начали закупать его хорошо. Ну здорово. Возможно, торговое соглашение у нас с вами будет. Ну, не похоже на то, намерения очень такие слабенькие. У них конкретно осторожность. И знаете, я бы с радостью бы перестал быть непризнанной державой. Можем ли мы это сделать? Вопрос. Для этого что нам нужно? Да, вот та же Австрия. Это принуждение к признанию. То есть это дип-игра, в ходе которой нам нужно победить великую державу какую-то. Кто у нас есть в списке великих держав? В списке великих держав есть США. Самые слабые США. Ага. Кстати, великих держав всего шесть. Что-то маловато. Как-то. Как-то маловато. США. У нас получится вас принудить? Что-то за них испанцы я тут посмотрю, да? Вас, я так понимаю, союз? Союз. Блин. Печально все это наблюдать. Печально. В принципе, если я побоюю против Египта, за него вступится великая держава. И через эту войну я, как вы думаете, смогу это дело провернуть? Или конкретно нужно против великой державы это начать? Вот это я не знаю. Ну, я так понимаю, это не сейчас. Сейчас нам есть чем заняться. Итак, нитроглицерин, вы говорите. Нитроглицерин. На это нам нужна... Ой, сера. Сера. А сера у нас точно есть здесь. А здесь у нас нет населения и нормальной скорости колонизации. Знаете, это проблема. Это проблема. Хотя, по сути, по сути, уголь мы с вами можем уже получать с помощью вот этой колонии, которая уже, ну, более-менее без дебафа на малярию можно развивать. Да, очень своевременно, кстати, я завоевал их. В любом случае, это нам дало возможность завоевать золото. Поэтому я не расстраиваюсь. Трансваль. Завоевание области. Ты, в принципе, можешь мирно сдаться. Правда же, страх, все дела. О, и рабство мы запретили. Супер. Супер. Теперь конкретно мы можем переходить на культурное отчуждение, мультикультурализм. И все, массовая миграция в нашу страну. То, что мы так и хотим. Итак, ладно, они не сдались. Я думаю, ну, никаких проблем Трансваль нам не принесет. А, нифига, защита-то у них солидная. Подожди, может, у них мегагенерал? Ну, тут и регуляры всякие есть, но и линейная пехота тоже. Ладно, просто кубик не в нашу сторону сыграл. Их просто больше на фронте. На время войны, кстати, есть смысл повышать зарплаты для военных, для восстановления боевого духа. Ну, да, не сильно нам это помогает, если так подумать. Хотя, смотрите, соотношение сил и мы победили. Супер. Бедная толпа. Так, что это за достижение? А, наверное, за миграцию. Ну, а в Аркарибы все уже началось. Началось, начались первые миграции. Ну, мультикультурализм нам не потребовался для этого. Рассовая сегрегация достаточно. Просто запомним наше население пока что 10 миллионов. Ну, вот, от этого будем и отталкиваться. Культурное отчуждение готово. Вот так, но это же, конечно, не предел для нашей прогрессивной страны. А, не хватает равноправия. Но культурное отчуждение уже неплохо. Итак, у нас миграции достаточно. Еще, в принципе, можно полное разделение церкви принять. Это тоже способствует миграции. А давай попробуем это сделать. Да, давай попробуем. А, нет, подожди. Восточная православная церковь наверняка поднимет революцию. А если свобода совести не поднимет, давай. Давай хотя бы так. Тем более у нас движение по поводу этого есть как хорошо. Ну, да, война с трансвалем, конечно, заняла некоторое время. Прямо скажу, заняла. Но мы полностью их захватили. Супер. Эфиопия все больше и больше. Что у нас здесь? Уууу, ничего хорошего. Золотые рудники. Непостроенные золотые рудники. Просто по максимуму чикс 8 из 8. Сюда прииски какие-то работают, конечно. Ой, денежки сюда. Даже какие-то фабрики здесь в наличии. Ну, тоже включим область в свое пользование. По населению. По населению сота. Не ущемляется ангуней. Не ущемляется тивана. Не ущемляется. Тут вроде какие-то европейцы жили, да, буры? Ну, вот скромные 14 тысяч. Управляли всей этой страной с населением 700. Африканские братья пришли и всех освободили. Да? Все именно так. И давайте еще раз такое дело. Оранье освободим. Почему бот не строит прииски по максимуму? Я не представляю. Вот правда. Оранье дипломатия никак не поменялась? Не поменялась. Супер. Ты с нами улучшаешь отношения, конечно, прикольно. Но нет, нет. У вас это не спасет. Завоевание области? Сюда. Аранье отступается? Прекрасно. Просто великолепно. Друзья, всем африканским странам назовем... О, Южная Африка независимая. Вы посмотрите. В перемирии никто не поддерживает их. Южная Африка, вы понимаете, на что я намекаю? Вы понимаете, на что я намекаю. Быть единственным властителем всей Южной Африки, знаете, не так уж и плохо. Что у вас есть по ресурсам? Уголь. Здесь такого ничего нет. И в третьей провинции еще пять золота, еще железо. Отлично. В принципе, можно через марионетку ее завоевать. Сомнительный репутат. Давай через марионетку, да? А, нету марионетки, превращение в вассала только. Ага. Завоевание области. Они могут отступиться, и они, скорее всего, отступятся. А вассала я никак не смогу присоединить, если что. Ой, беда. Тогда за что? Давай за Северокапскую провинцию. Тут это как раз единственная золотая провинция. Давай за нее завоевание кинем, и у них уже страх, да? Ну, давай все цели войны добавим, на всякий случай. Вдруг они не отступятся. Хотя, ну, какие шансы на это? Вот, и посмотрим, как это будет выглядеть. Еще же в золотых рудниках можно прокачивать способы производства. А, я так понимаю, прииски, это просто. Ничего прокачивать нельзя, а рудники вот. Но, насколько я помню, рудники могут обвалиться, якобы, и превратиться в прииски. То есть, чуть ухудшиться. Ну, и было бы неплохо перейти к динамиту, к взрывчатке. Только, где бы мне найти в нормальном количестве серу? Это тоже хороший вопрос. Да, да, все-таки Южная Африка отступилась. Ну, вполне себе предсказуемо. Итого, итого. В принципе, тут хорошее население. Все наше население. И просто было бы неплохо включить все эти территории в наш состав. Вот так вот. А нам для этого нужно 100, 80 и... Ну, считай, считай 200. 200 бюрократии лишней. Да, ну, давай, давай, этим займемся, действительно. Правда, вот тут, в этой провинции мало населения, к сожалению. Ну, я думаю, что-нибудь можно с этим придумать, да? Народнички перегнать каким-то образом людей. Указиками, всяким, всяким, всяким. И с таким количеством золота. О, да, я смогу построить нормальную армию, бросить вызов великим державам. Хух, кто бы мог подумать, что так все здорово обернется для нас. Вот, у нас лютая очередь строительства. В принципе, как будто бы опять можно строить строительные сектора. Можно себе такое позволить. Лютая очередь строительства, очень много золота, очень много золота. И это золото обеспечит нашу, эээ, наши будущие войны. А пока, друзья, а пока подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик. И на этом на сегодня все. Всем спасибо, что были, всем спасибо, что смотрели. Как-то... Так.